Друзья, всем привет! Сегодня у нас... Хочу, во-первых, вас поздравить всех с 8 марта. Вчера у нас был праздник женский, влог с 8 марта тоже будет. А сегодня я хочу с вами в этом влоге поделиться нашим тремя месяцами, нашими днём рождениями. В три месяца мы прям, знаете, так с мужем, грубо говоря, заморочились и решили прям сделать праздник-праздник. Так, вообще, очень уютный влог получился. Я желаю вам приятного просмотра. У нас это получается 3 месяца, малышке, у нас 5 марта. Прямо перед 8 марта у нас было ей 3 месяца, Милане. И я делюсь нашим праздником с вами. Черпайте идеи, берите идеи кому-то, может, что-то приглянётся тоже для дочек. Я вам желаю приятного просмотра. Я хочу вас познакомить с прекрасной девушкой, которой я познакомилась недавно. Её зовут Александра, она из города Тюмень. У нас очень похожа жизни в плане детей. У неё мальчик родился тоже недавно. Единственное, у нас дочка старше на месяц её сына. Хочу вам рассказать немножко о ней, так как у меня много мамочек ко мне прибавилось, добавились ко мне. Вам будет, думаю, интересно. Поэтому хочу с вами поделиться этим каналом. Расскажу немножко о ней. Также она записывала роды. Я, конечно, не так роды записывала, как Александра. Я записывала, мне там было не до чего, а у неё прям всё в таких вот ярких красках. Я прям когда пересматривала её видео, я была под впечатлением, прям молодец. Заходите обязательно к ней на канал, посмотрите. Мы очень хорошо с ней сдружились, поэтому я с удовольствием вам порекомендую её канал. У неё тоже жизненные влоги. Она тоже лэшмейкер, как и я. Также работает, кормит грудью малыша, тоже снимает влоги о жизни о малышей, делится материнством. Прям всё, что мне интересно. Я когда с ней познакомилась, я на её влоге очень сильно залипла. Прям мне вот очень интересно всё пересматривать. Я уже третий день смотрю её влоги и не могу остановиться. Так что тоже хочу вам порекомендовать. Я вставлю вам немножко видео. Сына! Здесь сказка, это явный маленький принц. Да? Да? Принц козей. Маленький принц. Даааааа. Маленький принц. Мамино солнышко. Канал у неё называется Александра Мур. Очень душевная. Она очень душевная девушка. У неё очень хорошая, искренняя семья. И именно вот вы мне всегда пишите, что вам нравятся мои влоги за то, что у меня не постановочные влоги. Искренность. Вот всё то же самое. Поэтому я тоже её смотрю с удовольствием. И препарю рекомендую. Друзья, всем привет. Я начинаю новый влог. У нас вечер 4-го числа. Но я хочу начать этот влог с подарочков. Милашки подарили. Это крёстная ей подарила, получается. Вот такую книжку. Таня спрашивала, что подарить. И я скидывала просто ссылки на Валберес. У меня сохранено, что ей нужно купить для развития. Из одежды. И она мне... Ой, мне. Милане подарила такую книжку. Она шершавая. Это мне кажется, там внутри пакет заснули шершавый. Моя первая книжка называется «Изучаем животных». Здесь вот такие вот. Но суть в том, что она яркая. Особенно вот красный цвет и синий она любит. Вот такой вот она засматривается. И на попугая засматривается. И она шершавая. Очень так сильно шершавая. Классная книжечка. Ещё девочка ей дарила недавно. Вчера или позавчера. Такой вот набор. Я не помню, просто вам показывали. Но нет, покажу. Мы просто ещё батарейку не вставили. Вот эту игрушку. Вот так вот выглядит игрушка. Там музыка должна быть. Она нажимается. И погремушки вот такие вот разные крюсточки. Сейчас ещё покажу. Покажу наряд. Не пришли на наряд ей бантик не пришёл. И не пришли носочки. Но мы всё равно сделаем фотографии с шариками. Ну, если не пятую, то шестую. У меня тут сидит, играет, лежит. И ещё девчонка ей дарила вот такого зайчика. Я прям так влюбилась в этого зайчика. Вы только посмотрите, какой он прикольный вообще прям. Мы, кстати, всегда без подушки. Только на ночь подушку, когда нужно... Ой, сколько эмоций. Голову отконтролировать, чтобы ровно держало. Такой зайчик милый. А я сейчас покажу наряд её. Я размер заказывала 68-74. Но большеват. Но на лето, кстати, ещё будет хороший. Это муслиновое платьишко. Очень дышащая ткань. Которая прям вот из всех тканей. Это самые сейчас классные. С неё есть и пелёночки. И пледики. И, естественно, одежда. Заказала. Сейчас буду отпаривать. Потому что, видите, рукавами мятые. На резиночках здесь всё. Большеват будет. Но очень красиво получится. Ещё я к ним гольфы заказывала. И заказывала бантик. Не пришли. Но я потом покажу вам всё равно, когда придут. Мы её нарядим тоже. Будем сейчас надувать шарики ей. Сидеть с Серёжей. И собирать вот здесь вот в эту зону. Здесь берём в эту зону. И стул сейчас уберу. Вот где телевизор у нас. В общем, платье обалденное. Размеры там разные. Но на размер большеватые. Но так как это 68-74. Она у нас уже носит 68-74. А если только 68 купить, то он мал. Поэтому как-то вот так. Ещё я покажу сейчас новую игрушку Жужу. Тоже крёстную ей подарила. Сейчас я покажу, как она выглядит. Здесь вот это вот креслице, которое у неё качалка. И мы сюда её повесили, эту Жужу. Она смотрит. Мы просто её Жужу назвали. Будь здорова! Вот так она выглядит. Внутри погремушка. Нужно их вешать на кроватки. Вот на такие штучки. На коляску можно летом вешать. Вот здесь внизу такая вот тоже, чтобы хватать. Нам невролог сказал, что нужно такие вешать на кроватки, чтобы она уже дотягивалась. Либо вот на такие шезлонги, качалки. Вот так вот она выглядит. А мы ей заказали коврик. Придёт, чтобы она лежала, голову держала. И шезлонг новый большой. Этот ей мало. Она ножками бьётся. Вот будем его продавать. И новый на Веллберрисе заберу завтра-послезавтра. И ковричкой. А, Юлу нам сказал невролог. Нужна Юла. А, кстати, вот у этой Жужи, смотрите, тоже здесь пакеты. Там они шершавые. Очень интересные. Юлу нужно ставить, заводить, чтобы она держала голову и смотрела на игрушки. В общем, будем этим всем заниматься. Такая полочка собирается, разные игрушки, альбом. Я буду потом выполнять, когда ей годик будет. Потом здесь игрушки мягкие, грелка. Всё складываем сюда. И здесь погремушки все у нас. Пока что ещё одна полочка свободная. Но хочу заказать корзинку для мягких игрушек, корзинку для погремушек. Чтобы это всё стояло в корзиночках. Малышка играет. Хочу выбрать то, что нужно нам на завтра. Вот первая зима нужна, потому что у нас уже весна. Хотя бы фотку здесь сделать. А вот первая весна. Оставляем на завтра. Это такое счастье, что у нас есть ты тоже на завтра. Ой, на завтра. Ну да, сегодня четвёртый, завтра. Ножки-крошки. Можно сейчас сделать такую фотографию. Вот это вот я уже делала. 50% вам, 50% папы сделан с любовью. Можно на бантик привязать и тоже сделать. Праздник к нам приходит. Да, я сейчас на фоне платьишка. Месяц у нас уже прошёл. Блин, это рукой неудобно. Рост вес. Блин, достижения. Нужно записать. Я помню, что там было. Первые шажочки. Это нужно отложить. Пробую мир на вкус. Вот это тоже нам завтра надо. Ручки в рот. Первое купание уже мы прошли. Первый шедевр. Ещё оставим. Так. Делаю этот мир лучше. По-моему, фотографирую счастье. Это мы. Так, оставим пока. Сладкие сны. Тоже можно. Первая прогулка тоже уже прошло. Держу голову. Вот, кстати, держу голову. Пока попозже. Умею сидеть. Это ещё рано. 11 месяцев рано. Забыла заказать на 2 месяца шарик воздушный. И заказала на 3 фиолетовый. Он придёт, конечно, не завтра. Но как придёт, мы тоже сфотографируемся с ним. Я же всегда шарик не делала. А двоечку пропустила, блин, к сожалению. Так, вот 3 месяца. Нам нужно будет на завтра. И подписать обязательно. Что-то я прям вообще забыла. Однажды мы заказали... Загадать тебя. Первая улыбка. Первая улыбка тоже. Ты наш мир. Попозже оставим. Спасибо за счастье быть мамой. Это я уже фотографировалась. Утро начинается с тебя. Попозже. Щёчки для поцелуев мы фотографировались. Один годик. О, красивый какой. Важный. Важный каждый миг. Милкие шалости. Первая осень. Это попозже. Первое лето. Это попозже. Первый июнь у меня день рождения. И у него будет фотография первое лето. Путешествую тоже попозже. Первый отпуск. Доброе утро, мир. Тоже можно попозже. Ползу к цели. И последнее с любимой мамочкой. Тоже можно. Мечтаю прекрасно. Вот это оставляем всё на завтра. Сейчас всё сфотографирую. Праздник там приходит на фоне платья. Ну, у нас сегодня вредная еда. Это мы взяли. Там были для акции. Битхит мы любим. Картошку мы не хотим, колу мы не хотим. Мы взяли 2-1 чизбургер и будем сейчас кушать. Потому что я уже готовить сегодня не успеваю. Я хочу отдохнуть. Довольно. Ком-то уже. Всё? Сходи. Ты какая взрослая девчонка. Пойдём домой, девчонка. Да? Да? Привет. Взяли, мы зашли в спарме дома. Миланка у меня тут уснула. Я вам показывала в коляске. Будем делать вот такие у меня. Потому что я сегодня еще работаю. У меня времени совсем нет. Я хочу шашарики надуть пока Миланку. У меня тут не просят есть, играют позавтракать. Взяли голень, куриновый, ореховый маринаде. Ни раз не пробовали, будем пробовать. Пахнет вкусно. И бедра. И дешево вышло. Сережа потом зайдёт. Либо я зайду в спар, купит тортик. Там визажный я увидела. Потому что он только ещё всё выставляет. Может ещё что-то будет. Взяла сосиску в тесте на завтра. Взялся сосиску в тесте на завтра. Взялся сосиску в тесте на работу. Пенсионный по поводу пенсионного фонда. И вот такой вот еще пирожок я взяла. Я с картошкой и сосиску в тесте. А он какие-то другие взял. Всё, сейчас это уберу в холодильник. И хочу пока завтракать быстренько. Потом будем шарики надувать. А это вроде и спать хочет. Ну и повесила мобиль. Пусть поиграет пока, что я дела делаю. Ну вот в таком вот комбинезончике ходили тёплым. Вообще очень хорошо себя на УЗИ вела. С сердечком всё хорошо. Немножко клапан открыт у неё. Но говорит, повторите через... В годик повторить. В пределах нормы всё. Наблюдаться ни у кого не нужно. Так что всё хорошо у нас. Сейчас будем наряжаться, надувать шарики. Я работаю в 4.30. Время ещё только 10. И я всё успею сделать. Поэтому сейчас буду пить чай пока что. И будем праздновать день рождения вечером. Привет, малыш. Кому три месяца сегодня? Кто будет наряжаться вечером? Ты будешь вечером наряжаться? Красотка. Ты будешь вечером наряжаться? Тебе не холодно? Мне кажется, тебе жарко. Некогда. Некогда. Игрошки завод. Ну играй, играй. Сейчас я её быстренько сделаю поесть. Она, видите, уже засыпает прям. И будем с ней спать, укладываться на дневной сон. А я буду дальше убираться. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok